Здесь, получается, мы принимаем парадигму, что любой субъект должен идти вверх по развитию, развиваться, не в обратную сторону, не влево, не вправо. Да не только субъект, а вообще все бытие должно расти. То есть рост бытия – это и есть развитие, а развитие – это и есть рост бытия, то есть усиление бытия. Да, вот это и есть смысл бытия, потому что мы находимся во временном бытии, которое течет, изменяется во времени. И поэтому это бытие, оно не является законченным, оно всегда неполно. И в этом смысле возникает вопрос, к чему ему стремиться, где то направление полноты, которое может его восполнить. И в этом плане бытие, находясь в промежуточном состоянии, мы всегда в промежуточном состоянии и можем двигаться в разных направлениях. И, естественно, возникает вопрос, в каком направлении нам нужно двигаться. Направлений много, но в конце концов все эти направления захлопываются в два основных – либо вверх, либо вниз. Вверх – это развитие, это усиление бытия, а вниз – это разрушение бытия, антиразвитие. Стагнация может быть? Ну, так, теоретически может быть, но, в принципе, это очень динамическая система, и, в общем-то, под видом стагнации обычно опять идет процесс деградации, разрушения. То есть это вот как с обменом веществ. То есть организм не может застыть. Даже для того, чтобы ему сохранять себя, ему нужно постоянно двигаться. Вот, поэтому здесь первично как бы движение. Вот, и просто можно, ну, примерно оставаться на одном и том же уровне развития, да. Вот, но для того, чтобы даже оставаться на одном и том же уровне развития, надо все время сопротивляться как бы этим энтропийным процессам деградации, да. Поэтому нельзя расслабиться. Да, оставаться на одном уровне можно, но даже для того, чтобы оставаться на одном уровне, надо все время работать. А уж тем более, чтобы повышать уровень, нужно работать еще больше. А вот если вы расслабитесь, вас тут же течение потащит вниз. Ну, как бы, даже исходя из второго закона термодинамики, да. Разве энтропия не делает все как раз более середину? Нет. Кофе размешивается с молоком. Нет. Значит, энтропийная мера, она имеет пересечение с мерой развития, но это разные меры. Вот в чем разница между ними? Энтропийная мера, она, да, она ведет к равновесию начал, но одновременно за счет потери, как бы, их уникальности и индивидуальности. Чем более равновесие между началами в случае энтропийной меры, тем более, каждый из них становится безликой. Тем более, каждый из них теряет свою индивидуальность. Так это не будет все единственным, или они правильно... Нет, ни в коем случае. Это если вы посмотрите на определение энтропийной меры Пашинону, да, или меры информации, да, там же у нас логарифм от вероятностей ПИТ, где там ИТ от единицы до Н. То есть там Н полярности, каждая полярность дана с вероятностью ПИТ, вот, и когда в этом случае энтропия дает максимум? Она дает максимум, когда все вероятности равны между собою, но на них наложено ограничение. Сумма вероятности равна единице. Именно вот из-за этого ограничения, что сумма вероятности равна единице, вы можете достичь равенства всех вероятностей только за счет снижения вероятности каждого из началов. То есть если одно из начал достигает максимальной вероятности, то вероятность остальных падает. И достичь максимальной однородности можно только при величине единицы, деленной на n. И чем больше n, если n стремится к бесконечности, то единица, деленная на n, стремится к нулю. То есть чем больше элементов, тем более они обнуляются. Если эту вероятность рассматривать еще как меру бытия, что ли, этого начала. Вот какая идея заложена в энтропийную меру. А вот то, что касается меры развития, это мера, которая дает максимум и тогда, когда достигается равенство вот этих вероятностей, и тогда, когда каждая вероятность достигает максимума. И это невозможно для вероятности, потому что для вероятности как раз наложено вот это ограничение суммы PIT от i до единицы до n равно единице. Вот, поэтому мера развития, она должна формулироваться для других мер, не для вероятности, а для каких-то других мер. Вот, и для которых можно одновременно и достижение равенства этих мер между собою, и одновременно максимизация каждой из этих мер. То есть, содержательно это означает такой вид целого, который не давляет элементы, а который находится в прямом отношении с бытием развития элементов. То есть, чем более развитые элементы, чем больше их индивидуальность, тем более сильным является целое. И наоборот. Чем сильнее целое, тем более освобождаются элементы в составе этого целого, тем более они разворачивают свою индивидуальность. Вот именно эта идея прямого отношения между целым и элементами и лежит в основе всеединства. Продолжение следует...